Рано начал и плохо закончил. В суде Фрунденского района столицы прозвучал приговор молодому человеку, которого обвиняли в незаконном обороте психотропов. Слушания по делу длились менее недели. Теперь уже в статусе осужденного 18-летний минчанин. Молодой человек по версии обвинения организовал бизнес по продаже наркотиков. Задержали начинающего дилера как раз после того, как он посетил очередной тайник и оставил там закладку. Карина Пашкова продолжит. 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Такой приговор суд Фрунденского района вынес 18-летнему минчанину. Молодого человека обвиняли по части 3 статьи 328. Незаконный оборот наркотиков. По версии обвинения парень занимался сбытом дурмана. Согласно приговору суда отбывать наказание юноша будет в колонии усиленного режима. Известно, что задержали молодого человека в июле нынешнего года. Люди в погонах появились как раз после того, как парень сделал очередную закладку. В рабочем процессе это был 23-й тайник. Чтобы не путаться адреса схронов, юноша записывал в заметке телефона. Всего у молодого человека оперативники изъяли около 3 граммов психотропа, которых содержал в своем составе альфа-ПВП. Обвиняемый представлял из себя так называемого стандартного сбытчика психотропных веществ на территории Фрунзенского района в городе Минске. Сбыт заключался тем, что он работал группой лиц с неустановленным лицом. Переписывался в основном посредством технических средств связи. Мобильный телефон, планшет и другие средства связи. Забирал психотропное вещество либо в пределах города Минска, либо за пределами города Минска. И делал так называемые закладки на территории Фрунзенского района города Минска. Согласно материалам следствия, работал молодой человек на один из интернет-магазинов. О том, что в торговую точку требуются люди, узнал из объявления в интернете. И решил подработать. Парню пообещали платить за каждую закладку примерно 6 долларов. Однако получить зарплату он так и не успел. Зато успел попробовать курительные миксы и марихуану. Согласно моей позиции в судебных прениях, ему запрашивалось наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор еще не вступил в законную силу. На обжалование решения суда у сторон будет 10 суток с момента получения копии приговора на руки. Карина Пашкова, Денис Соколовский, Зона Х, Минск.